Около 300 миллиардов тенге достигнет ежегодный доход сельского населения в ближайшие пять лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Аскар Мирзахметов, презентуя проект госпрограммы развития агропромышленного комплекса до 2021 года. Согласно документу, порядка 500 тысяч мелких хозяйств объединят в 1200 сельхозкоопераций, что позволит избавиться от посредников, выпускать и поставлять продукцию напрямую к потребителю. Как результат, производительность в селах увеличится на 30% и составит триллион тенге. Экспорт возрастет сразу на 17%. Львиная доля сельхозпродукции производится личным подворьем, личным подслужным хозяйствам, ну и небольшое количество мелких крестьянских фермерских хозяйств. Если греется 100 данных, то 70-90% основной продукции, тоже живопродукции и плодовочной продукции. Но этот объем, этот огромный потенциал, к сожалению, на сегодняшний день не используется, из-за того, что не решены вопросы централизованной заготовки, сбыта и переработки. Поэтому мы в этой программе целенаправленно будем направлять эти меры для того, чтобы использовать данный потенциал через схему кооперации. Для тех, кто хочет и будет трудиться, значительно облегчат выдачу выгодных кредитов от Казагра. В планах Министерства национальной экономики предоставлять в год до 2500 займов. Для начинающих предпринимателей размер гарантий составит до 85%, а стоимость микрокредита для уже работающих – 50%. Одна из новелл этой программы – это то, что мы расширяем микрокредитование на областные центры. То есть, сегодня микрокредитование в областных центрах работает, но в основном это связано с потребительским кредитованием. Здесь же мы вовлекаем бюджетные ресурсы через банки второго уровня для того, чтобы дать возможность людям, проживающим в городах, начать свой микробизнес. В областных центрах вы знаете, что достаточно высокая потребность. Есть в услугах, сервисных услугах, различных товарах. И здесь, конечно, более широкое поле возможностей для людей начать свой бизнес. Доступным станет образование для неблагополучной молодежи благодаря программе занятости. По словам главы Минсоцразвития Тамары Дуисеновой, молодые люди от 15 до 24 лет смогут за счет государства пройти специальное и профессиональное обучение. В том числе выпускники школ и непрошедшие ЕНТ. Для жителей отдаленных аулов и районов на местах организуют мобильные профтехучилища. Это позволит обеспечить доступность образования. Планируется, что ежегодно краткосрочные курсы будут посещать более 50 тысяч человек.